И выиграть мажор. Либо это не получится, и будет третья карта Инферно. Узнаем все это под комментирование, конечно же, Сени и Квана. Спасибо, друзья. Всем еще раз добрый вечер. Суперфинал продолжается. Оверпассы. Последний шанс побороться за Куба для команды героев, потому что первую карту они все-таки проиграли. Собственно, тут им нужно выпрыгивать, наверное, из штанов и делать все, чтобы вернуться в эту встречу. Да, с одной стороны, карту Оверпасс выбирали они, но Аутсайдерс, собственно, на этой карте играют тоже довольно хорошо. И у них есть все шансы выиграть в серии 2-0 и поднять над собой Кубок Чемпионов этого мейджора. Фейм играет у нас на Монстре. Ожидает выпад на себя. Не знаю, видите ли или нет. Получает голову. 3 хп остается. Далее летит флешка, но героики пока не действуют. Пришел Флит на эту же позицию. Его здесь ожидал Кедиан. По итогу Флит стал легкой добычей. И вот теперь уже выход идет. Они знают, что у Фейма совсем мало хп, но при этом они нарвались на засаду, потому что тут, по сути, играют абсолютно все игроки из противоположной команды. Норберт может забрать колонну. Не получилось. Джейм играет на халпе. Бомба до сих пор не стоит. Норберт видит Кедиана. Реализовал свою позицию, но слишком мало минусов. Джейм и Фейм. Именно от их игры многое зависит, но нет. Джейм падает. По итогу Фейм соло. 4 человека принимал этот выход, но и этого количества было недостаточно. Кричит Кедиан, заряжая свою команду. И пистолетный раунд все-таки выигрывают героик. Даже не 4, а 5, по большому счету. То есть первый там вышел, отъехал. Фейм сначала получил голову, потом Флит решил попытать счастье. И потом они уже выходили. В общем, угадывали очень хорошо Аутсайдерс. Но такое вот у нас бывает. Вчера, если вы смотрели игру, например, по-моему, героики, да, 4 Б на Инферно не смогли взять, будучи в хорошем большинстве. Ну и вот тут 5 Б тоже не сработало, однако теперь уже у Аутсайдерс. Последние 4 Оверпасса оказались победными. Для героик они обыграли Виталити, Аутсайдерс, Ликвид и команду Спирит. Именно с таким винстриком они подходят к карте Оверпасс на финальной игре. И здесь есть пистолетка. То есть, в принципе, такие намеки на третью карту все-таки присутствуют. Ну, а с другой стороны, Оверпасс для них не нюк. Там, насколько я помню, вообще статистика еще лучше. 6 выигранных нюков уже, поэтому, может быть, все-таки у Аутсайдерс шансы здесь неплохие. И вот этот стрик, о котором ты озвучил, они сегодня прекратят. Кэддиан на зиге, рядом с ним тиммейт. Ябби готов действовать через монстр. Ну и, наверное, ждут какую-то флешку. Или вообще без гранаты попробуют сыграть. Кэддиан заметил игрока на балконе, дал инфу, что это флешка. Но в итоге Ябби не среагировал на эту инфу, но Тезос прикрывал с Гориллом. Сделал два минуса. Три Юспа остается. Но уже два, потому что удалось флета подорвать на колонии. Кэддиан ризуал с ним ниже. И мы вставы на поэт Норберта. Поверенные 2-0 от героек. Одного тиммейта потеряли, однако это не страшно. Стандартная, стандартная ситуация. Юспики там обычно толпой одного все-таки могут забрать. При лучшем раскладе двоих. Ну а здесь все обошлось малой кровью. Героик заряженный. Показываю трибуны. Ну не совсем трибуны. Это трибуны. Ну хорошие трибуны. Трибуны неплохие. Сеня одобряет. Два макдесятых тем временем у команды героик. И это шанс зацепиться за первый закуп. Конечно же за сторону защиты. Преимущества по девайсам есть для команды Аутсайдерс. На длине контролил Норберт. Также дым монстр, дым выход шарта на первых таймингах. Инвестировали именно Аутсайдерс. Но героик действует супер аккуратно. Стягиваются на длину. В тайминге минута 20. Норберт на приеме. Джейм тайм перечеркнутый. Написано фейм тайм. Вот так вот фанаты переобуваются по ходу финала даже. Ну фейм действительно играет в рамках этого чемпионата очень хорошо. Его там и в титере уже нахваливают. Посмотрим, как сумеют им Аутсайдерс выиграть этот мейджор. Пока что они довольно близки к этому. Но на карте верпас проигрывают. Однако не сильно. Начало карты. 0-2. Сьюж вместе с Кэддианом остается на УЗИшках. По итогу фейм забирает Кэддиана в туннеле. Тем временем выпад на точку Б. Фрит реализовал Эмпо. Стоял за колонной. Упал. Его тут до сих пор пытаются найти и ждут. При этом уже спина от Норберта. Замешкались, конечно, героики. У Норберта заканчиваются патроны. Он живет до конца. И, как говорится, ребятам инфу. Ставан случайно забирает Тезиса. При этом умирает фейм. Но это не страшно. Ставан в конце красный. И это первый от Аутсайдерс на оверпассе. Да, здесь, конечно же, врыв на монстр был обречен на провалы. Кэддиан умер не до чека в свою позицию. И Люркера в спину пропустили. Который внес много дэмэджа и обеспечил полностью информацией. Команда Аутсайдерс. Тут еще Ставан попал по Тезису. Короче, все, что могло пойти не так, пошло не так. В этом эпизоде у команды героик. Но они не отчаиваются. Докупаются в ноль на оставшиеся финансы. Пару калашей. Галил МАК-10 и Тек-9. Довольно широкое разнообразие девайсов у героик. Прямо сейчас Аутсайдерс разыгрывают без АВП. В принципе, здесь авик пока и не нужен. Стоят у нас далеко-далеко на фонтане игроки атаки. Подтягивается Кэддиан с бомбой к тиммейтам. Ну и пока что выглядит все это таким образом. Ребята хотят зайти на точку. Но времени много. Еще наверняка попытаются отбить коннектор. И тогда уж определяться с сектором атаки. Но дело в том, что Кикер сходил на монстр. Проверил его, дал инфу, что там никого. И, соответственно, чуть ли не втроем сейчас игроки Аутсайдерс смогут держать план Б. Тезис вместе с тиммейтами при этом крадется по дуге. Джейм откидывает смок в начало туалетов. Откидывает еще один смок своему тиммейту. Фейм уже. Ну и Терры подходят все ближе и ближе. Фейм должен догадываться, что оппоненты могут стоять прямо перед смоком. Летит флеша. В итоге проверяют, естественно, Фейма. Тот ослеп. На тучке, а пока что один Джейм. Героик начинает накидывать гранатки. Джейм откидывает смок и коктейль Молдова в ответ. Героик начинает действовать. Подходит Норберт на бункер. В итоге должен делать минус. Получается. Джейм правда падает. Норберт два килла уже сгорело. Третий тоже мог бы быть, но оставляет красным оппонентом. Бомба устанавливается. И, наверное, все внимание на Кэдди. Она капитана Героик, у которого 100% здоровья. Ну, тут, прямо скажем, не самая быстрая хилпа у вселенной была. От команды Усайдерс до последнего ждали какого-то подвоха. От Датчан. Что будет? Финальный выход все-таки на Б. Флит подползает. Половина таймера бомбы уже прошла. У кикер-то есть дифьюз киты. Тесосу очень важно здесь справиться. Кикер топает. Ой, тут боком сидит Кэддиан. Как же Кэддиан плохо сыграл в этом моменте. Тесоса в ситуации один на один. Кикер байтит его. В итоге есть ли дифузы? Да, они есть. И кикер тут успевает. Друзья, это еще один раунд для Усайдерс. И счет становится 2-2. Кэддиан, конечно, почему-то настолько был уверен, что в банк никто не пойдет. Хотя он его, по сути, не проверил, не пошел туда. То есть, на самом-то деле, мог его сам прокушать, закрепиться и тогда уже играть так, как он играл. Видимо, Флит уже шел в таком позднем тайминге, что Кэддиан никак не мог подумать, что так его банально в гуха набреют. Тесос, конечно, здорово разменялся. Но свою позицию скомпрометировал. А ХП как раз-таки было очень-очень мало у него. Простроен Тесос. Ну, здесь, конечно, не его вина. Он как раз-таки сыграл достойно. Два подряд для Усайдерс. Ну и традиционная пауза после стрика против... Ну, даже... Даже не стрика. Мне кажется, просто важный клатч ситуации один на один, чтобы игрок перевел дух. Они дополнительно общаются. Плюс понимают о Мэка. То есть, говорят о том, что, ребята, фокусируемся и ни в коем случае не отдаем экономический раунд. Вообще, в этом смысле мне все равно нравится вот этот тайм-менеджмент от Датстана. А это закуп в ноль у этого героя? И, кстати, я часто говорил про статистику от Спунжа. Вот у Усайдерс один из лучших показателей в плане взятых пауз и взятых после них раундов. Вот сейчас проверочка очередная для этой статистики наступает. Джейм находит энтри. Кейдиан был близок к тому, чтобы обезглавить Джейма. Но тут просто ливает. Второго шанса, конечно, Кейдиану никто не даст. Стрелять по головам. Сьюж Вандере против него здесь Фейм. Но при желании Флит может ему прийти на помощь. Сьюж. Не, не. Тут Фейм слишком. Выгодную занял для себя позицию. В итоге 3 в 5. Героик, скорее всего, уже начинает жалеть о том, что закупились в ноль. Ябе спускается, но не чекает лево. Очень уверенно Фейм чувствует себя в этом финале. Аутсайдер, знаешь, так помаленьку, потихоньку на тихих трибунах доехали до этого финала. А здесь команды Фурия и не оказалось. Снова сидят на Чиле. Да, в этом плане очень, на самом-то деле, все хорошо сложилось для Аутсайдерс. Потому что больше всего, конечно, не повезло тем командам, которые столкнулись с Фурией в рамках их игр на этом бразильском чемпионате. Но в итоге героики в этом смысле большие молодцы. Они выбили главного чемпиона. И в итоге Аутсайдерс по своей уже сетке продолжает играть в тихой, спокойной атмосфере. Потому что, по сути, для каждой команды, которая играла против Фурии, это испытание, это вызов. Ну и, как мы знаем, Навин, например, это испытание не прошли. Героики тоже, на самом деле, могли проиграть. Но вчера очень круто отыграли на Эншенте. Забрали потом третью решающую. И в итоге они здесь, в этом гранд-финале Мейджора в Рио 2022 года. А пистолеты у нас снова от героек. Не получился у них этот форс. И Аутсайдерс могут выйти на четверочку. Потеряли, мы видим, уже по половине здоровья Ставан и Ябим. Тем не менее, ударный кулак из трех человек пытается пробиться через Дугум на точку А. Прямо сейчас Фейм услышал там активное движение. Дал дым, но, судя по перетяжке в обратную сторону, это был фейк. Ну так, развели на дым. В принципе, не более того. Мы видим, как стояли 2 плюс 3 по плентам, так и продолжают стоять Аутсайдерс. Полетели друг к дружке какие-то пистолеты. Флит с АК-47. Тезерс пытается принимать. Флит делает минус. В итоге ситуация 3-4. Флит забирает монстр. Очень жестко контролит Зиг. Еще 2 минуса. Слушай, там уже денег прямо у Аутсайдерс должно быть очень много. Совсем грамотную игру проводят в плане экономики герои. Не только и по счету, но и вперед прям по финансам. Отпускают очень сильно команду Аутсайдерс. Снова пауза. Интересно, кто ее установил. Наверное, героикам, скорее всего. Нужно брать сейчас паузу. Нужно брать два подряд. Флит тем временем показал нам Супер Эйс. Отличный прострел. Хедшот сквозь другой хедшот сделал. Под конец раунда четко сыграл на приемке из-за столба. Ну и, по-моему, это первый Эйс на финале. Не было на первой карте. Не было, не было. Был 1 в 5. Не, когда это было 1 в 5? Вчера, вчера. Там Ставн запотел плотно. Но сегодня был нож от Кейдена на первой карте. Ну и вот был Эйс уже от Флита на второй карте. Ну, кстати, не совсем прям уж много денег. На два хватает. И как раз-таки эти два раунда желательно геройкам забирать. Если сравнивают счет прямо сейчас, тогда, возможно, станет немножечко полегче. Кейден пытается нашить игрока на Б. Не получилось. 60 хп у капитана. Тем временем Кейд под флешкой действует в туннеле. Его перестреливает с юж. И героев начинают в большинстве. Он фейм. Чуть-чуть не довел прицел. Если в прошлом раунде очень здорово ждал подобный угол, то здесь и сам подошел поближе и стрелял куда-то в ступеньку. Так, это что? Обручальное кольцо? Непонятно. Ну, видимо, что-то что-то там случилось. Прострел! Залетаете временем отставно. Большие трудности за диффенс. Испытывают аутсайдерс по ходу седьмого раунда. На карте D оверпасс. Остаются в ситуации 3 в 5. Двойка на B1 на точке А. Это Джейм со своей снайперской винтовкой. Но все еще жив флит. Герой предыдущего эпизода. Сделал минус 5. И теперь открывается возможность сделать еще раз минус 5. Для флита. Первый пошел. Второго увидел с авиком на дистанции. Ябин что-то уже не хочет идти. Флит сам к нему пришел. Прыжок победы. Хорошо. Прогнал. Он просто в соло развернул команду героек сейчас. Ну и геройки идут в итоге в направлении базы А. Здесь 2 человека. И посмотрим насколько сильно индивидуально может сыграть Джейм и Кикерт. Джейм с авиком пока никого не видит. Пытается послить через мог. Кикерт прячется возле бункера. Но в итоге Сьюж просто под флешку на префайре залетает. Кикерт падает. И естественно на 3 вместе с Джеймом уходят на сейв. Ну что ж. Геройки все-таки берут раунд. Счет 4-3. Ну как я и говорил ранее. Геройкам нужно взять 2 подряд. Хотя тут еще и сейвы есть. Поэтому у Аутсайдерс в следующем будет бай. И потом еще что-то должно остаться. Да. Уходит очень далеко оставшиеся игроки Аутсайдерс. Хотя мы видим Кейдиан остается на контроле. Джейм там прыжками собирает инфу. Не видел он свечи Кейдиана. Сьюж пришел. Так. Тут уже Джейм его замечает. Ну Авик. Сьюж слишком просто играл против снайперской винтовки. Джейм продолжает разрываться на 2 позиции. Но больше желающих повоевать нет. У команды героек. После взрыва бомбы третий раунд выигрывает датская команда. Вот так вот красиво оператор нам показывает именно этот состав. Ну и в прыжке. Конечно здорово попал Ставн. С двух ракурсов нам это показали. Ну там еще Кейдиан пытался отстрелить в самом начале раунда. Не попал. Но в итоге, я так понимаю, Ставн как раз таки именно Норберта и нашел. А тайм-аут. Снова тайм-аут. Третий уже от аутсайдер с первой половины. При счете 4-3. Или второй. Второй точно, если это вообще не поставили. Но судя по активному. А не героик второй поставили. Героик в этом смысле тоже, видишь, не отстают. Взяли раунд. Понимают, что надо брать два обязательно. И поэтому решили застопить игру и дополнительно пообщаться. Но также нам и достану показывали. Как раз таки он время не терял зря. Тоже проговорил сейчас с аутсайдерс возможной тактики от героик. Посмотрим, сумеет ли аутсайдерс прочесть своих оппонентов. 4-3. Продолжается игра. 4 АК ВП от Кэддиана. АВИК от Джейма. И деньги потихонечку у аутсайдерса заканчиваются. Поэтому возможно именно этот раунд за два. Так, ну и что придумали после паузы? Аутсайдерс отправили Джейма на длину со снайперской винтовкой. Остальные сфокусированы на обороне точки Б. И вновь в этом плане угадывают. То есть мы уже видели, там и в пистолетке угадали аутсайдерс. И в принципе, как-то они чувствуют те самые раунды на этот плент. Ставна заметили. Шел он довольно аккуратно. Но все-таки рассекречена была его позиция. Ну и здесь мы видим разворот на дугу. Произошел Джейм ужасная позиция. Пытался, видимо, как-то в туалет и подойти почекать на тайминге минута 10. Но его подловили на перетяжке. Подпиши. Немного яме не успел. Долететь коктейль молодого панк. В итоге это ретейк еще не занятого плента. Аутсайдерс играют очень круто. А вот героик не воспользовались энтри-фрагом. Кто-то поторопился. Или наоборот не успели набросить гранату для Сьюша. На Б снова разворачивается нападение. Вот тут два человека. Тикерс хорошая позиция. Минус раз. Нет, на второго не хватило. Сил. А проплета не знают. Ставан остается один против троих. Ставан спалился. Понимаю теперь точно, что он в монстре. Да, в итоге Ставан перестреливает. Фейм пришел на пол. Матч подлазит аккуратно. И все-таки аутсайдерс берут важнейший для себя раунд. Счет 5-3. Мы теперь посмотрим героики. Что же смогут или не смогут купить. Вот такой получился хромой заход на плент. Классный антрекилл. Больше никого, кроме Джеймана, точки не было. Но, тем не менее, даже это не помогло героик. Опять тайм-аут. Я, по-моему, такого еще не припомню. Ну, все тайм-ауты решили в первой половине потратить. То есть счет 5-3. Сыграно всего 8 раундов. По сути, это четвертая часть игры. Да, если там 30 раундов отыгрывать. И уже 5 пауз, по-моему, было. Да, это жестко. Ну, видимо, первая половина здесь ключевая. Я понимаю, это герои, что надо набирать в атаке. Аутсайдерс. Раундов 11, наверное, нужно. Напоминаем про баннер в описании друзьям. Также появляется замечательный QR-код на экране. Сканируйте. Донатьте на сайте Донателло. Майнкасс продолжает сбор денежных средств для вооруженных сил Украины. Больше 2 миллионов гривен уже собрано. Призываем вас по возможности регулярно помогать финансам. Спасибо большое всем фанам, фанам аутсайдерс. Благодаря вашей поддержке мы вернули Херсон. Поэтому респект вам и уважуха. Боремся вместе против путинизма и расшизма, а также российской оккупации Украины. Джейм с авиком. 4 МК у всех остальных. Атака стоит у нас возле монстра. И вроде как хотят выйти на точку Б. У нас игроки атаки. Полетел Смог. Кикер под него попытается сейчас сделать минусы. У Флита получилось разобрать Сьюша. Падает Кикер. 4 в 3. Но бомба ставится за колонной. Флита. Ему очень важно выжить. Но все-таки Ставан его находит. Дьяби отлично под флешку делает. Минус Джейм. Летает дальше с теком. Однако Норберт все-таки его отстреливает. Кедян перестреливает. А бомба не стояла. А у него была бомба. Бомба все-таки не установлена была. То есть по-моему он хотел ее ставить. Передумал. Пропушил. Вместе с тиммейтом. В итоге. Аутсайдер сберут раунд. Но ввязались все-таки в эту серию разменов. До конца гейминг решили включить героев. Шли уже чисто на уничтожение соперников. Но разменивались постоянно в минус одного игрока. Мы видим Фейм из девятки. Оформил дабл. Буря эмоций за командой аутсайдерс. И они ведут 6-3. Герою надо домучить еще хотя бы два раунда в атаке. Чтобы рассчитывать на серьезный камбэк. А Сьюж под хаею флешки пытается зайти на столы. Но джембл к этому готов. В итоге Сьюж падает. Тем временем атака подходит. Занимает начало дуги. И ребята готовы атаковать со временем базу. А времени еще конечно очень много. Пока что халдят. Думает. Думает как лучше все реализовать автомат Калашникова. Они в меньшинстве. А конечно раунд было бы взять такой очень даже неплохо. Учитывая что у аутсайдерс могут все-таки закончиться деньги. Поэтому конечно весь фокус наверное наставно. У него автомат Калашникова. И он обязан просто для ребят делать как минимум 2 килла. Да ну без гранат. Что слабо мне верится в этот момент. Позиции не то чтобы какие-то супер крутые. Гранат нет. Ну сидит и сидит Стаун со своим Калашом. Три человека на точке. Аутсайдерс. Все Стаун отъехал. Все-таки ну хотя бы там какой-то дым флешка. Нужна была. Ну ничего не было. Ничего не было никакого преимущества у команды героик. Фейм контролит длину. Ну выход втроем уже такой последней надежды. Вот атаки ну 4 человека их ждут. И пятый люркерит в спину. 18 секунд. Кикерт выходит. И начинает тупо фармить. Кикерт. Тезуса пытается догнать. У Тезуса 17% здоровья. Фейму удается забрать Ябе. Вот он кстати сделал килл. И Тезус по-моему все-таки уйдет. Вот пробовал то ли делать минус, то ли спрятаться уже за скалой. Но умирает на последних секундах. Ну для него хорошо, что собственно до окончания раунда. Потому что денег совсем бы не было. Еще один раунд для Аутсайдерс. Общий счет. 7-3. Тяжело. Тяжело к Эйдиану и его команде. Что не удается пробить базу бетом. Этот флит отбивается. На как-то с переменным успехом. А больше никаких супер креативных раундов мы не видим. Мак-10 уставно. Возможно еще один быстрый выход. Нам с вами попытаются продемонстрировать героик. Что касается Аутсайдерс. Они раунды набирают. Но экономика все еще довольно слабая. Мы видим у Фейма 150. У Норберта 300. То есть закуп только на один раунд вперед. Но вот этот баланс все-таки на стороне. Аутсайдерс. Они умудряются тяжело. Местами на разменах. Но раунд за раундом набирать. 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 Ну и по-малу уже как бы 5 до смены сторон остается. У героев все еще атака всего с тремя. Поджал Джейм в воду. Далан Фуша вообще никого под Б нет. Так. Ну это как тактика 5 подвал. Да у нас карта Мираж. 5 дуга. Атака стоит в начале Банана. По-моему сразу хотят стартануть под раскидку. В итоге заходят. Подходят точнее пока под А. Коктейль Молота очень хороший за контейнер. Заставляет Тлита отойти. Но как-то остановились в итоге под ступеньками. Два захода. Ты понимаешь это была раскидка. Тест удается забрать Норберта. Хорошие смоки лежат. Многое в руках Фейма. Влетает Флит ему помочь. В итоге вместе они парно действуют. Огромное количество дэмэджа. Остается Ставан и Яби. Реализовал Фейм свой айфект. Выходит дальше. И падает последний от Флита. Очень классно отыгрывает именно эта связка. Флит и Фейм. Банк плюс длина. Ну и в очередной раз попали в капкан своих соперников героек. Пожимает плечами Кэйдиан. Не ожидали они там такое скопление. До одного люркера на длину чего не пустить на самом-то деле. Зачем в пятером заходить через ступеньки. Ну вот. Пятером. Ну смысл. Вот он бы сейчас просто там настреливал бы с клумбы по Фейму и все. А так как длины нету, это же идеальная позиция на самом деле. Тупо идеальная позиция, когда никого нет на длине. И такой мрачный движ получился в раунде для героек. И под Б подбушил Джеймс сначала. Увидел, что это не Б. По крайней мере фаз. Ну в общем что-то. Что-то как-то не включились герои в этом финале. На первой карте там что-то чуть-чуть поборолись. Но в итоге отдали. С довольно крупным счетом. Как для финала. Ну здесь три в атаке есть. И на этом остановились. Все меньше и меньше раундов. Нет бомбы. Нет экономики. Нет какого-то яркого фраг-лидера. Мы видим 5-10, 5-10, 5-10, 6-9. Вот она статистика. Четырех игроков-героек. И только Тесес потеет. 10 на 9 счет. Команды тяжело. Фейм распикивает уверенно. Причем там пистолет и арморы. Но Фейм сыграл нагло. Флит тоже подпушил. У Фейма вообще 13 на 6. Падает Яби. Но вот как вчера включились против Фурии. Так и сегодня нужно героик включиться. Что-то как-то не в своей тарелке. Может вчера выгорели как-то эмоционально. На сегодня не настроились. Но очень им сложно. Как-то нужно хотя бы один еще раунд выиграть. Ну не этот конечно может. Не, ну на самом деле не все прям так печально и плохо. Сложно. Но кто говорил, что будет легко. Это оверпасс. Мы на самом-то деле часто видели подобные встречи. Но 5 раундов по итогу удавалось команде, которая играла в атаке, набирать. Как бы из трех оставшихся. У героек будет как минимум 2 хороших бая. И соответственно шансы на самом-то деле на эти 2 еще остаются. Ну а счет 10-5 это в принципе довольно нормальный стандартный счет, чтобы потом тащить за КТ. Тем более именно героик выбирали оверпасс. Ты приводил статистику и хороших оверпассов в рамках этого турнира. Поэтому если заберут 4-5 раундов, то за КТ, как мне кажется, смогут комбетчить. А Кзист о чем-то пообщался. Отбили кулачки. И собственно сейчас на самом-то деле начинается самая важная стадия первой стороны. Причем как для аутсайдерс. Потому что им надо реально выигрывать 12-3. И облегчить себе, скажем так, победу в рамках этого мейджора. И доводить до третьей карты. Ну а для героек, по сути, это шанс зацепиться за этот оверпасс. Ну давайте наблюдать. Самый-самый важный раунд первой половины сейчас стартует. Потушили стандартный молотов. Героик вышли на детскую площадку. Оставили Ябе контролить подшипы с базы B. Стакнулись. Аутсайдер, кстати, именно на этой точке вчетвером по первым таймингам. Фейма отправили контролировать заходы на столы и длину. Но героик немножечко боятся. Боятся подставиться. Действуют аккуратно. Толпой подразмен. Кейден разогревает дым. Сьюж чекает поджимы Андера. Дым на заход в туалеты. Окей. Такая ползучая медленная атака. Но с другой стороны это довольно надежно. Особенно, когда много гранат есть. И можно вот так вот аккуратненько зону за зоной отжимать. Спускается Вандербомба, кстати, все еще на базе. Кейди она. Еще на B. Расстрел! Близко сью 66 хп. Халдят у нас пока что под дигом. Думают, как лучше сыграть. Полетели коктейли, хаешки, флешки. Но, по-моему, пока под них никто не зайдет. То есть это такие хае, которые должны были взорвать просто игрока на колонии. Там его не было. Еще один смок прилетает в район монстра. И 30 секунд всего. Читается, конечно, команда героев. Посмотрите, на Фейму он играет близко по радару к коннектору. Они снова на четверых выходят. Просто дает инфу. Но они не делают фундамент. И, соответственно, наталкиваются на засаду. Яби забирает Хикета. Флит падает. Тяжес разваливает Джейма. Остается Норберт на балконе. Смок от Кейдиана. Он с бомбой. Устанавливает в итоге эту бомбу на балкон. Понимает, что Норберт, скорее всего, отойдет. Фейм при этом уже на зиге. И Кейдиана Норберт просто нашивает через смок. В итоге, несмотря на засаду, еще неплохо получилось все у героек. Но, извините меня, 4 человека, конечно, Б-плэнт должен принимать. И они все-таки справились. А так или иначе, вот это укрепление спасает команду Утсайдерс. На АА они уже раз подобным образом отбились. Ну и вот на базе Б то же самое. То ли какого-то фейка не хватает. Какого-то бутера. Это просто нонсенс на 30 секунд, где какую бы вы карту не играли, а в пятером надо выходить сразу. Подошли, вышли, раскинулись. Точнее, раскинулись, вышли. Или пошли, там, под флэш, вышли. Но когда вы тянете до 30 секунд, ну зачем вам тогда быть в пятером? В итоге опять сказывается вот эта пятерка игроков. Причем, обратите внимание, у них, помните, было 5 вот на банане. Их приняли. Теперь 5 у них под Б. На Мираже у них было 5 подвал. И в итоге это хождение пятерых без контроля карты, оно заканчивается тем, что против вас делают засады и вас учитают. Кедион удается забрать фейма. Ситуация в раунде 4 в 4. В этот раз делают героики дефолт. Простел Кедион очень сильно, 20 хп. При этом ябби, кстати, немного хоккей. Забирает кикерта и знает, что где-то в малых должен сидеть еще один игрок, чей тайминг он как раз-таки словил. В итоге флит все-таки живет. Ябби не может его перестрелять. Патроны все-таки есть. Еще 10 патронов и ябби можно перезарядиться. Уходит флит на перезарядку. Возвращается. Ябби его снова видит. Тем временем Джейм дожидается Тезиса в туалетах. Стаун удается забрать норберта. Флит все-таки с ябби там справился на б-плейнте. Каешка! Ставан еле живой. 8 хп, 20 у Кедиана. И в итоге он не берет и не перестреливает Джейма. Какая жесть! Как же не везет уже в этой ситуации Кедиану. 11-3, дорогие друзья. Да все, завозите, конечно. Ничего не получается. Там ябби стрелялся, три обоим выпустил по флиту. Не попал вообще ничего. Тут вроде уже что-то начало получаться. И на свитче девайса был Джейм. Он его пикал с пистолетом. Потом достал авик. И все равно успел убить. Вот он этот момент. Вообще ничего не получается у команды героев. Ставьте четвертый тайм-аут. Нет, тут так, без печали. 15-й раунд. Ну что-то как-то вторая карта разочаровывает пока. Вот три раунда набрали в самом начале героев. После этого заплыв. Происходит. Да уж. Заплыв не то слово. Фейм на длине. Отходит назад. Джейм на контейнере проверяет дугу. С Юж тем временем с Галилом подходит поближе. Ну пока два длина, два банан. Хотя на длину еще и Кеддин переметнулся. В этот раз на Б оставили Ямин. Ну вот это типа классика. Когда вы знаете, что на Б вас не поджали. При этом вы как-то подходите по да. Но дальше почему-то Ставн выходит в соло. Просто в смолф. Но видимо такая тактика. Он как должен сам был фейкануть. Сделать килл. Теперь наверное Яби пойдет на Б. С Южем. И два еще попробовать через длину. Хотя классные тактики. Классные тактики, которые походу героики не хотят использовать. Они просто решили. Там умер один, там умер второй. А мы втроем короче выйдем на Б и тоже погибнем. Не полили. Хранили на финал мажора эту тактику. И вот она в деле. Легендарная подсадка, которой они не болели. Тезис падает на Зиге. Флит за колонной. В итоге Зиг пошел. И тут как бы отличный перекрестный огонь можно организовать. Но и без него получается. Но пергибает Эдиана. С Юж отвечает по флиту. С Юж последний 10 секунд до конца. 12-3 счет первой половины. Это хороший, знаете ли, Тиффанс. Хорошая сторона для ребят из Аутсайдерс. И, собственно, они очень близки к победе в рамках мейчера. Подменили Кейдена такое впечатление. Где же удачные решения? Почему раз за разом он приводил команду на укрепленный плент? Слишком много было проблем. Индивидуально не достреливали, но и командно смотрели слабее героек. Вот они сейчас три раунда выиграют. И все. И до свидания. До конца половины мы не видели датчан абсолютно. Зато видели эйс от флита. Да, уж согласен. Тут, конечно, все было очень печально от команды героя. Команда, которая имеет стрик на карте оверпасс. Но при этом парня взяли всего три. Но, наверное, из всех профессиональных карт мы с тобой за свою карьеру комментаторов видели чаще всего камбэки именно на оверпассе со счета 12-3. То есть, если взять все карты и счет 12-3. За всю историю. 12-3. То, в принципе, на оверпассе камбэки бывают. Но все не пытаются нарисовать шансы. Надеюсь, команда героек тоже сама в себя поверит. И у нас будет таки этот камбэк. Третья карта и допы на третий. Перед тем, как уйти на паузу, еще один пользователь потратил 3 миллиона баллов нашего канала, чтобы передать привет сумасшедшему дому Чванча и его фейкам. Передает Сэм Тайм и пишет Слава Украине. Ну, тут грех было не поддержать такой привет. Тратьте баллы, заказывайте приветики. Мы с Сеней вернемся после небольшой паузы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Передаю привет Тонечке. Той самой очаровательной Тонечке, с которой Федор долгое время работал в студии аналитики и комментировал чемпионаты. Сейчас Тоня непосредственно находится в Рио и является журналистом Na'Vi. Тоня, привет тебе. Может, ты нас смотришь в данный момент. Ну, а также XXWorld05 потратил баллы, чтобы сказать, что он любит КС. Вот так вот. Достойная инвестиция. Трех миллионов баллов. Ну, и приятно, конечно, когда такие вот преданные фанаты есть. Как у Тони. Даже вот никнейм посвятил Антонине. Может, ты не фанат, а парень? Может быть. Игорек. Не знаешь, с кем-то он встречается? Игорек. Игорка Собова, я знаю. Так это он. Это он. Меняй аккаунт, мы тебя узнали, Игорь. Ну что, 12-3. Незабываемая вторая карта суперфинала Мажора в Рио. Друзья, 12 за Дефенс набрали Аутсайдер. И еще 4 в атаке. И они станут чемпионами. 2-0 в этом финале. Кикерт и Фэйм бегут на Монстр. Аутсайдер, тем временем, GGB дает вот такие кэфы. 7 на героек. 1-1 на Аутсайдер. Практически бетон, что называется. Посмотрим. Но хотя, скажем так, маленькие-маленькие, очень маленькие сомнения есть. Значит, Норберт. Смок и Флэшка. Джейм играет на детской площадке. В коннекторе стоит Флит. Три человека при этом на Монстре. А героики сделали тоже засаду на точке Б. И Кэддин соло далеко-далеко на Аплэнте. Одновременно проверяет как подход через Банан, так и длину. Сьюж. Так, он там не заметил, походу. Или заметил. Он что-то сказал. А сказал, что никого нет. Так, так, так. Вот это будет сюрприз, когда бомбу поставят на Б. Вот там Тезис, конечно, остался. Но как он будет их останавливать? Он же боком за цементом сидит. В итоге слышат, по-моему, Хелпан, что это выход на точку Б через Монстр. Бомба подходит. Тезис на зиге. Яби удается забрать фейма. Тезис реализовал все-таки свой юз. Падает Джейм. В этот момент Флит приходит через зиг. Забирает Тезиса. Сьюж малых. Кикерт. Бомба ставится. Кикерт пытается прикрыть своего тиммейта. Кэддиан в спине. Сьюж удается забрать Кикерт. А влетает. Флит падает. Остается Норберт Соло против четверых. И это уверенная пистолетка от героек. Счет становится 12-4. Отбились. Отбились героек. Надеюсь, что они покажут образцовую защиту. Все-таки смогут скамбэчить со счета 3-12. Фанаты довольны. Огромное количество людей. Но веду себя они сегодня довольно спокойно, кстати. Возможно, песня камбэка нужна еще. Команде героек, чтобы точно вернуться на этом оверпассе. О. Что-то пошло. Что-то пошло. Так, так. В плане аудитории, болельщиков. Ну да, да. Песня камбэка. Ну, конечно, наверное, заинтересованы в камбэке болельщики. Хотят еще посидеть, смотреть матч. Причем, кстати, в начале, там, помните, перед первой картой вышел ведущий и спрашивал, кто за кого болеет. И мне показалось все-таки, за героиков чуточку больше были аплодисменты. Ну, собственно, их можно понять зрителей, потому что именно героик обыграли фурию. И, как бы, частичка их бразильского КСа сейчас принадлежит героиками. Ну, и плюс там все с флагами играют, плюс формы героики поменяли в рамках этого мейджора и добавили чуточку зеленого цвета во флаг Бразилии. И, соответственно, на такие моменты, наверное, болельщики внимания обратили. А Тезис забирает Норберта. Калаш пока что не сыграл. Он у Джейма в руках по-прежнему. Играет Джейм через дну, заходит в туалеты. 55 секунд до конца. Ну, и пока непонятно все-таки, какой вектор атаки выберут аутсайдерс. Ну, на! Судя по всему, здесь Фейм, правда, пытается выйти под Бэм, но это такой активный фейк. Дуэль Джейм Айкадиана выигрывает все-таки Каспер Мюллер. Фейм не справляется со Сьюжем. Снес 60 хп, но не убил. 35 секунд. Тут дело за малым. Еще одного похоронил Кейдиан. Тезис нафармил эмочку, засейвил. Даже вот калашик решил подобрать. Ну, и, соответственно, второй подряд выигрывают героик. Пока без бурьем эмоций. Понимают они, что самое сложное еще впереди. Как минимум, испытание первым закупом. Команда аутсайдерс. Сейчас у них был раунд с калашом. Но следующий раунд будет уже с четырьмя калашами. Там будет потяжелее. Так, Сьюж. Тезис. Фулл фокус. Понимает героик, что здесь расплавляться нельзя. Есть тэк-9. Четыре калаша. Гранатки. Для аутсайдер. Защита мы видим уже со снайперской винтовкой. И Сьюж остается на МПшке. Фармить. Поджим длины. Такой, скорее, позиционный. От героик. Контролируют они вдвоем эту точку. Но аутсайдерс что-то нет. Не хотят этим обмену. Пойдет ли Тезис вперед? У Кейдена есть флешка. Он, по идее, может его выпустить. Сидит вдоль стенки Тезис. Дуга пустая. Подползают ребята под коннектор. Заходят в туалет. С ними справляется Кейден. Сразу же забирает фейма. Меняет позицию. Но при этом на длине остается Тезис. И если кто и выйдет на длину, то Тезис он там ждать не будет. В итоге Норпер словил коктейль. Длину проверяет. И как раз таки, может быть, пойдут. Хотя принимается решение пойти на дубу все-таки. При этом два игрока атаки стоят возле Зига. Норпер забирает Стауна, который подполз к нему. В итоге бомба передумала. Идет обратно. Но тут есть Тезис. Тезис будет поджимать или нет? Но он боится за длину. Тут на самом деле то, что он делает, это хуже всего. Выйди на длину и тогда как Феймс играет. То есть помоги Кейдиану, который там на пленте. А в итоге он ни вашим, ни нашим. По таймингам не успевает. Выход от Аутсайдерс на точку А. 15 секунд до конца. Тезис пропускает одного из оппонентов. В итоге будет настреливать по бомбе. Бомба установлена. Тезис видит кикер. Там моментально падает, конечно же, от Джейма. И в итоге ситуация 3 в 3. Норпер должен уверенно принимать счет банк. Но тут сьюж в прыжке просто Норпер разбирает. В линию! Неплохо контролит Сака. Делает два минуса. Вопрос, есть ли смог у Яби. Подбирает дефузы. Играет на бомбе. Против него Джейм. Который, конечно, прыжочками будет делать все, чтобы Яби не задефузил. Яби просто делает... Ну, тут без шансов. Да! В итоге Джейм выходит и ставит минус. Хотя были шансы. Если Джейм сразу не попал, Яби мог его все-таки развести. То есть получилось заставить Джейма выйти. И Яби как раз-таки в этот момент его смотрел. Я на секунду подумал, что Яби будет дефузить даже до конца со второй попытки. Вот тут фрита вообще никак не ждали. После отличного фрага у Сьюжа из фармилки. Тезис, конечно, на самом деле. Ну, на самом деле, с одной стороны еще можно понять. Он, наверное, думал, что если это Б, то он успеет типа в коннектор. И так помочь как-то сможет. Но реально, чтобы холпануть на А, он сыграл не очень хорошо. Ну, если бы он Джейма справа от себя увидел, тогда еще окей. А так он убил Плент. И Джейм его просто в спину моментально разменял. Надо было уже как-то крутануться, посмотреть направо-налево в таком тайминге. Сыграл как сыграл. Вот он, размина Джейма. Лид, конечно, еще и на третьего перевелся. Мог вообще досрочно закончить раунд. Джейм суперсейвово все делал. С прицелом выходил. 13-5, друзья. Три раунда до победы на этом мажоре. Команде Аутсайдерс у героек последняя экономика. Бегут. Бегут в направлении ямы Джейм и компания. Занимают позиции. Кэдиан с МПшкой. Трезвести временем спускается вниз. Подбирает у нас в боим. Точнее, в Норгард там есть бомбу. Идут в направлении точки Б. Важнейший раунд для ребят из героек. Если они хотят еще оставаться в этой встрече. Пошел выход. Сьюж падает. Гябе отвечает за колонной. Но немного киллов. Ставан включился с МПХ. Подключилась, кстати, защита из Зига. Очень много игроков. Они на сейчас уйдут. Но это фейк, да. Потому что был подат Джейм. И в итоге отходит Норгард. Вот опять же в этом смысле. Почему бы хорошо, когда вы не в пятеро. Выдете куда-либо. В итоге Джейм подат. Дал инфу. Можно перетянуться. Фейм еще тут разваливает точку Б. Ну и в конце концов Ставан остается от троих. Джейм забирает. Это 14-5 в пользу ребят из Outsiders. А денежших-то нет. Держим эту информацию в головах. Никто не выживает у команды героек. Ну и теперь у них, по-моему, даже и тайм-аутов не осталось. Просто безвыходная ситуация. Или делать два форса и верить в лучшее. Или отдавать пятнадцатый. И камбэчится счет опять пятнадцать. У Фурии вчера получилось выиграть десять подряд против команды героек. Ну и сейчас они сами окажутся в такой же ситуации. Решили экономить. Стан купил Диггл. Все остальные на Юспах. Вот так вот пикнули в финале оверпасс. Но первую сторону заруинили. Во второй надо было побольше выиграть раундов перед тем, как отдать хотя бы что-то в руки Outsiders. Но они смогли этого сделать героек. Так, комбинация махинации у нас здесь на спуске. Четырью спа. Диггл на воде. Ну, сейчас хикер выйдет просто в плент уже, судя по всему. И все, раунд на этом будет закончен. Фейм у нас с Галилом тут ходит, бродит, чекает спину. При этом снова люркует Джейм, отыгрывая через длину. Защита выходит из коннектора. На фонтанах, конечно же, никого не увидят. Ну и Ставан совсем скоро встретится со всеми. Кстати, опять из-за того, что Джейм поджал. Они хотят перетянуться. Фейм всех слышит. Забирает моментально двоих. Играет с Галилом. Там у него тиммейт есть рядом. В случае чего Яби в итоге, естественно, падает. И остается Ставан со Сьюшем. 15-5. Вот такой вот счет. Вчера, помню, на Эншенте с такого счета Фурия оформляла камбэк. И удалось им дотащить до допов против команды Героек. Ну а теперь Героики. Ставан, так, так. Может быть, может быть Ставан сейчас. 25 и 20 фп. Ну победный раунд. 20 секунд до конца. Время все-таки работает на защиту. Они убили из девятки, походу. Ну и в итоге, да, Сьюш все-таки последний. И бомба стоит. Влетает КАЭшка на цемент. Зик. Это 15-5. В одном шаге от победы команда Аутсайдерс. И, собственно, Джейми Кикерт. Те двое, кто уже присутствовал некогда в финале мейджора. Может, наконец-таки, добиться главной цели, наверное, любого игрока в КСе. Это победа на мейджоре. Потому что более престижного ивента у нас, конечно же, нет. В прошлый раз проиграли датчанам из команды Астралис. Но сейчас могут обыграть датчан из команды Героик. Героик. Последний тайм-аут. Интересно. Дастант поставил. Не помню, оставались ли тайм-ауты Героик. Может быть, и нет. Ну что? Потенциально последний раунд-карт у нас на экранах. Пять АК 47-ых. У Аутсайдерс полноценный бай от Героик. Нет, правда, Авика от Кейдиана. И Сьюж играет с Фа-Масом. Разбежались по карте Аутсайдерс. Делают дефолт. Защита при этом откидывает хорошие хаешки на детскую площадку. Джейми от Т-758 кп. Занимают очень аккуратно фонтаны. В итоге накинули флешек и ушли. То есть нашумели, дали понять, что мы делаем дефолт. Мы будем занимать банан. Сами же идут под монстры. Совсем скоро, когда вот этот смок, который только что прилетел, пропадет. Скорее всего, будут действовать. 4-б. 4-б у команды Героик. Начинается выход. Энтрикил есть, но Яби отвечает. Яби играет на монстре. Тем временем флиту удается забрать Кейдиана. Откидывает хаешку. Но дело в том, что смоки все равно мешают выйти. И не выходят ребята из Аутсайдерс. Делают все очень и очень аккуратно. Флит играет возле Зига. Его поджимает Стаун там. В итоге Флит разбирает Стауна. Падает Яби. Друзья, Тезис остается последним против четверых. В последнем раунде гранд-финала. Рио Мейджор 22. И буквально в одном шаге от победы команда Аутсайдерс. Которая проделала невероятный путь в рамках этого мейджора. И, наверное, неожиданно для всех становится... Ну, еще не становится. Сейчас все-таки Тезис. Тезис один против троих. Но шансов, конечно, никаких. А вот теперь становится. Поздравляем команду Аутсайдерс. Они новые чемпионы мира. Они люди, которые достигли уже, наверное, всего, чего только можно достигнуть в КСе. Они выигрывают мажор и поднимают кубок лучшей команды мира. Поздравляем Аутсайдерс. Максимально уверенная победа на вражеской карте со счетом 16-5. Именно так. Субтитры создавал DimaTorzok